у нас с тобой вопрос был незаконченный было очень много громких вызовов если каждый друг другу будет отвечать это будет полный хаос для меня это как тренировки пойти там подраться ты меня искал да и слушать друзья всем привет это второй выпуск hard conference нашей конференции где мы разбираем самые яркие моменты боев задаем вопросы нашим участникам разбираем самые спорные моменты приветствуем вас кимчи влад кимчи блогер без спортивного бэкграунда которому просто в кайф пилить видосы у себя дома и радовать своих подписчиков он всегда в курсе новостной повестки поп мм и в интервью может настолько достать своего собеседника что тот расскажет кимчи все ты кинул нам в одним в одном из своих обзоров хейт про то что мы приглашаем к себе в жюри не только профессиональных бойцов и профессиональных спортсменов но и блогеров были суба была карина кросс и прочее прочее я тебе хочу объяснить одну вещь почему мы так делаем потому что людей действительно профессионалов и экспертов которые смотрят наше шоу их на но процентов 10 согласись а нам очень важно восприятие очень важна на картина понимания нашего шоу нашего продукта и со стороны как сложно это все анатолий это не та анатолий это не та степь просто очень долго все сейчас я перееду не со стороны реально простых обозревателей мы приглашаем влада в жюри с учетом того что такого формата жюри у нас дальнейшем не будет короче простым языком вот сидит еще блогер например в жюри еще один помимо двух профиков чтобы он мог также простым людским языком объяснить должно быть своим нет когда одни профессионалы согласен это пресно это может вызвать стагнацию совершенно верно но дело в том что у людей должно быть понимание дела как была ситуация сашуровым когда человек выстроился геймплан на два раунда которые мы заявили а потом сказали а покажи-ка третий что было понимая спорта вот что важно я же сам говорю я не персоналы не журналисты я просто люблю в комнате обсудить видосы но ашура вы вернули в лигу но мы услышали комментарии это на наших зрителей у него в лигу вернули и и заметь мы обращаем на это внимание мы обращаем внимание на мнении профессионалов на мнение наших зрителей нам на мнение наших поклонников поэтому ну слушай мы это все учитываем и на ошибках я Я считаю, создается действительно качественный продукт. Нет, это меня обрадовало. Я и говорю, что решение по Шуру, какое будет приниматься от вас, от того и будет зависеть компетенция организаторов данного промоушена. Вы увидели, сделали выводы, проанализировали информацию, сделали, я считаю, правильный вывод. Поэтому я здесь, иначе бы смысл было бы участвовать там, где принимаются несправедливые решения. Я извиняюсь. Армен Гулян. Чемпион России по джиу-джитсу. Обладатель Кубка России по ММА. Один из самых титулованных бойцов страны. В его статистике нет ни одного поражения. Армен всегда стремится заканчивать свои поединки досрочно, не дожидаясь решения судь. Шесть из девяти его побед. Нокаут в первом раунде. Матчмейкер лиги Хардкор Файтинг Чемпионшип. Чья задача сделать так, чтобы каждый бой соответствовал названию. Добавлю лишь одно, что у нас изначально были оговорены правила с участниками. То, что у нас решением жюри возможность дать экстра раунд. И они изначально это понимали. И никакие претензии по поводу того, что два раунда закончился и дали экстра раунд. Почему? Не могут быть уже в том плане, что было оговорено это с участниками. Подожди. Но эксперты не могли увидеть по двум раундам и трем нокдаунам в них, что один определенно точно выиграл? Еще раз говорю, формат такой. Если жюри считает, что в дальнейшем шоу поможет раскрыться бойцам третий раунд, который уже был включен у нас в формат, значит, они дают его и все. То есть судейство, в принципе, у вас тогда не нужно? Нет, тут все просто. Судейство отвечает за проф, за спорт. А жюри отвечает за шоу. Потому что в жюри сидят люди, которым интересно смотреть. Понимаешь, Кимча, ты просто рассуждаешь так, как будто твое мнение единственное. А твое мнение не единственное. Зритель, он разный. Ребята терпят урон. То есть ты правильно скажешь профессионально. Они знают, на что идут. А Шурова и пропустили с профессионально-спортивной точки зрения. Армеец, безусловно, харизматичный. Вполне достоин был проходить дальше. И поэтому он прошел с точки зрения поп-ММА. Вот так. А не то, что мое мнение единственное. Человек именно спортивно доказал в двух раундах, что он достоин. Он сделал геймплан и выложился под этим раундом. У каждого свое мнение. Но извиняюсь сразу, оговорю. Есть рамки, в которые были изначально известны спортсменам. И они также в начале видео, если вы видите турнира, показываются, что возможностью решения жюри дается экстраунд. Так что да, мы слышим, мы понимаем, что да, третий раунд может изменить ход поединка. Но если был включен такой формат, значит они имеют право им воспользоваться. Позвольте слово, пожалуйста. Давай. Саня, заходи. Главная экспертная оценка. Братан, как ты, блин, обозревателем работаешь? Камера, не стесняйся вам. Прыгай, короче, где с микрофоном сидит. Миш, твой друг, ты на шоу привел. Он уже начинает управлять здесь нашими этими процессами всеми. Больше всего комментариев, Миш, было про твои шлепанцы. Нет, честно говоря, я вообще... Видишь, что я скинул и скупила тебе вполне модные б.у. кроссовки. Я не разделяю это мнение. Ну, Миш, ну, так и так и так и так. Просовками, брат. Просовками. Он же в тапочках был. Друзья, также у нас присутствуют ребята из одного из самых популярных Инстаграм и Ютуб пабликов про ММА, про бокс. Ред Фьюри ММА. поприветствуем. Ребят, спасибо огромное, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, Кимчи. У вас какой-то вопрос был? Хочу просто прокомментировать такую ситуацию, что Кимчи против жюри блогеров. Сам говорит о том, что он не специалист ни в том, ни в ином, просто диванный какой-то эксперт и сам метится в жюри. Какая это перстановка? У меня слогаем, там будет сумма меняться, не понимаю. Он говорит, что я не разбираюсь, у меня нет образования, у меня нет ничего, но очень хочется в жюри. Какой смысл? Мысль-то понял, какая была, Паша? Да, но ты берешь, говоришь о том, что я ничего не разбираюсь, я просто на диване сижу, обозреваю видосики. Правильно? Твои сладкие были. Я сказал другую мысль, что у меня нет профессионального журналистского или спортивного образования, но к делу нужно относиться с пониманием. Подожди. И что именно профессионалы могут вызвать стагнацию и нужна разбавка из народа. Вот о чем мы здесь общались, оказывается. Я понял, Карлоси Иванович. Так разбавка из народа и была же. Разбавка из народа и была. Так мы это только что обсудили, я не понимаю, почему так. Я же объяснил, что даже понимание к делу искренности, она тоже нужна, чтобы такой профессионализм убрать. Нет, я блогер-боец. Усидеть на двух стульях, я понимаю, что каждый хочет поддеть меня тем, что я кому-либо предвзятый. Я сам постоянно балансирую эту ситуацию, безусловно. Я же читаю комментарии, всегда вижу. Ким Чи, братан, ты говоришь быстрее, чем я думаю, пожалуйста, чуть-чуть помедленнее. Ну, мне кажется, хорошая журналистика, она и должна вызывать споры. Так что Ким Чи в этом плане молодец. Она должна быть от сердца просто. Друзья, к нам присоединяется известнейший боец ММА Марив Пираев. Поприветствуем! Поприветствуем. А также мы будем сегодня знакомиться с бойцами лиги Хардкор Файтинг. Они реально задали жару на прошедшем турнире. Было много громких слов сказано, было очень много громких вызовов. И сейчас мы будем приветствовать их в нашей студии, разбирать конфликты, инциденты, их бои, их техники, с точки зрения профессиональной, непрофессиональной, по-моему, журналистики, обязательно. И с точки зрения мнения профессионалов, уже состоявшихся бойцов нашей лиги, ну и профессиональных лиг смешанных единоборств России. И первого, кого мы хотим пригласить, человека, от которого поступило очень много скандальных заявлений в адрес регбиста, это Тимур Никулин. В последнем выпуске своими высказываниями бросил очень серьезные вызовы. Ну, посмотрим, насколько он будет в состоянии на самом деле ответить за свои слова и за свои вызовы перед миллионной аудиторией, которая просто съела его в комментариях. Приветствуем! Никулин Тимур! Тимур Никулин. Боец лиги Хардкор Файтинг, а по совместительству король громких вызовов. Бросил очень жесткий вызов рэгбисту и разнес его промоушен. Всегда ставит деньги на свою победу. Тимур пришел сюда вырубать, а не падать. Поэтому, если ты стоишь рядом, то рискуешь попасть под раздачу. Не на ковер. Братан, не на ковер. Братан, не на ковер. Ты что творишь, друг? Блядь, вы... Да на шкуру не копай. Лебаный рэгбист, вот так ты будешь гореть нахуй, потому что ты сдохнешь от этих всех удовольствий. Хорош, хорош, блядь. Братан. Прожарить рэгбиста полностью не получилось просто. Брат, походу у рэгбиста еще один болельщик. Блядь, ну, судя по количеству белого порошка в студии, сейчас шоу должно пойти вообще в другом ключе. Тимур. Добрый день. Приветствуем тебя, блядь. Расскажи, что это вообще было? Что за экспириенс? Что за ненависть к рэгбисту у тебя? Почему столь острый был вызов брошен ему? Ну, действительно, в таких бодрых выражениях, я бы так сказал. Откуда все это? У тебя есть какая-то история конфликта с ним? Или что? Расскажи нам. Естественно, у каждого, кто бросает вызов, есть своя история. Я хочу забрать этот пояс и разъебать рэгбиста, так как он заебался своей вонючей собакой топ-дог. Рэгбист, если ты меня услышишь, вонючка ебаная, я иду за тобой. У меня история заключается в следующем. Он звал меня в топ-дог участвовать с рэгбистом, и вот непосредственно вот эта организация топ-договская. И они назвали уже дату, они назвали уже время, они назвали соперника. И их промоутер сказал, мы тебе позвоним, и ты приедешь, так-то, так-то. А было это время карантина, и они так и не позвонили. Потом на следующий день я узнаю то, что соперник мой подрался. Я пишу организаторам, говорю, почему вы так сделали, почему вы так со мной поступили. А я готовился, ведь всем известно то, что во время карантина у всех кипела кровь, все хотели подраться, и все готовились на домашних условиях. Я готовился, и после этого я понял то, что рэгбист это обычный пиздобол, пустослов, который не отвечает за свои слова. И я больше скажу то, что вот, допустим, он и моряку писал, говорил то, что давай мы с тобой подеремся, и там этот бой сорвался. Про Артема Тарасова я вообще молчу, потому что Артем Тарасов любой его вызов всегда принимал и говорил, вышли просто деньги. Просто, говорит, привези мне деньги, и я с тобой подерусь в рэгбист. В итоге рэгбист, как всегда, сливается. Также было у Кимчи интервью с Артемом Тарасовым, где Артем Тарасов тоже говорил, пришлите мне контракт, просто пришлите. Я сейчас хочу предложить просто рэгбисту, вот у меня, допустим, есть дядя Арман, который промоушен, который даст денег за мой бой. Я сам на себя могу, допустим, 100 тысяч рублей поставить, который я накопил именно на нашем турнире Харкор Файта. Я хочу бросить официальный вызов рэгбисту. Примет он его, не примет. Пускай он хотя бы раз докажет то, что он не очкошник. То, что он не боится, допустим, новых вызовов. Да, может быть, у меня медиа не такая, как у него там 40-45 тысяч подписчиков, но я просто бросаю ему вызов чисто по человеческому фактору. То, что пускай он выйдет на бой и, наконец-таки, хоть заодно свое слово, заодно хоть скажет правду, хоть скажет, да, действительно, я приму вызов, допустим, Никулина, Тимура или так далее. Но мне кажется то, что он этого не сделает. А по каким правилам выскочить хочешь? Я хочу выскочить непосредственно по голым кулакам. Я хочу именно прийти и забрать у него все. Потому что рэгбистка кричит то, что он основатель этого промоушена в России. Но я что-то сомневаюсь, потому что он спиздил все это с барнакла. Тимур, скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что ты написал промоушеном. Да. Ну, в промоушен. Да. А что они тебе ответили? Они мне ответили сумму боя, которую я получил за первый свой бой. И они ответили мне датой. Они сказали, когда будет состоится бой, и они мне скинули соперника. Нет, я понял. Я имею в виду, вот бой прошел, ты об этом узнал, и ты им написал. Что они тебе ответили? Они уже все, они потерялись. Проигнорировали просто? Да, просто-напросто. Вот я тебе отвечу заранее за рэгбист, он, понятно, будет сам за себя отвечать. Я тебе просто скажу, ты как бы не обижайся, но тебя пока никто не знает. Ты правильно сказал, у вас разная медийность. И понимаешь, отвечать на каждый вызов, это открывать ящик Пандоры для бойца. Просто ему все начнут кидать вызов. И если он будет отказываться, то будет говорить, что он трус. Ну, давай начнем с другого, Эдуард. Во-первых, я не первый, кто ему кидает вызов. Почему он тогда очканул моряка? Он же сам раскручивал этот бой. Это раз. Почему он очканул Артема Тарасова? В итоге, где контракт? Ну, я этой истории не знаю, не могу парировать. А еще вот так уверен, я заведовал историей Тарасова-рэгбиста, до сих пор заведую. Я могу сразу заявить в открытую, что ни Артем Тарасов, ни Данил Рэгбист друг от друга не сливаются. И сейчас идут последние стадии утверждения контракта. То, что сейчас все это затянулось, да, тянется сериал долго. Я уже и сам саркастирую, что это уже именно сериал, да, который я выпускаю на своем канале. Но это слишком медийный бой, ты должен это понимать. И, соответственно, и у того, и у того много условий, да, юридических вопросов. Поэтому именно из-за этого сейчас он не состоится. Понятно, они могли где-нибудь во дворе. Но если это все-таки решается провести в медийной сфере, соответственно, это нужно все собеседовать. Ну, грубо говоря, он же начинал со двора. Он же предлагал всем ребятам во двор. Правильно? Они же говорили то, что пойдем подеремся во дворе. Вот этот человек, который я могу с ним подраться и во дворе. Братан, у меня к тебе вопрос один. А эту голову мне Баба Яга подарила. Я просто у нее когда закупал шмотки. А она мне, короче, сделала эту голову. А сколько времени, потому что из чего это сделано? Ну, я не знаю. Это надо Баба Яге позвонить, у нее спросить. Братан, ну это же сделано, блядь, из бумаги, из папье-марше. То есть ты потратил каких-то денег, старался, чтобы сделать. Что это? Ну, это, грубо говоря, голова топ-дога. И я хотел зацепить регбиста тем, что я ее зажарю. Братан, позвольте слово. Но если ты ее еще сломаешь сейчас здесь, это еще эффектно будет. Слушайте, нам уже хватило. Во-первых, эту голову сначала подожгли, потом нанюхали. Все в белом порошке. Голова счастливая, целая, прекрасно выглядит. Я думаю, ты можешь ее лично вручить тому, кому сочтешь нужным. Свертухи. Не, братан, я не верю. Двоечка. Подожди, подожди. А если он с Харткором не договорится сейчас, то получается потом он придет с Харткором и будет. Он не может не договориться, у него контракт с Харткором. Не, не, это никогда не договорится. Не мешать его надо. Давай, Свертухи. А чего поддерживать-то? Свертухи, давай, покажи школу. Стой, да, я разговариваю. Блин, ну такая история. Ой, блин. Это, кстати, фанат его. Ратан, теперь точно плюс два. Теперь точно плюс два. Извини, братан. Братец, но я вижу, что ты конкретно инвестируешь в этот бой. То есть ты уже готов входить деньгами. Я заряжен. Ты уже строишь какие-то макеты волчьих голов. То есть, ну ты прям, ты прям влезаешь. Ты какое-то медийное пространство хочешь порвать? Не, мне все равно. Или реально вот ты настолько на принцип идешь? Я вам скажу, да. Я тебе просто объясню, почему я задаю вопрос, и мне становится страшно. Потому что к нам с Мишей в промоушен ежедневно приходят по тысяче заявок. Кого-то продюсеры отбирают, кого-то вызывают, кого-то не вызывают. Сука, если где-то головы Литвина начнут жечь на стадионах или еще, это же... Ну это просто пиздец будет. Вырежешься? Тебя реально... Нет. Ни в коем случае. То есть это же... Что тебя обидело? Но они могли тебя позвать, могли не позвать. Могли дать бой, могли не дать. Они же промоушен, понимаешь? Ну давайте начнем с того, что это чисто человеческий фактор. То, что получается, они пиздоболы. Они вначале зовут людей, они вначале говорят им, допустим, ты дерешься. Все, ты готов? Да, я готов. Вот такая вот сумма контракта, вот такого-то числа у тебя было. Но вы же контракт не подписали. У тебя контракт был подписанный? Нет. Я тебе просто, я тебе говорю со стороны, с позиции лиги. Мы тоже вызываем ребят. Мы чьи-то бои вставляем в отборы. Ловим кучу хейта, что почему вы не вставили там наш бой. А наши продюсеры сочли, что он там был скучным, условно говоря. Кому-то предлагаем бои позже. Ну то есть вот со стороны организации я бы здесь выступил в его защиту. С точки зрения того, что ты говоришь, что он отказывается от какого-то огромного количества боев. Но я это слышу. Кимчи, а со времен Амирана еще вот у него в шоу были постоянно какие-то заборы. Там вроде все разъяснили. Я вам объясню, чем отличается хардкор файтинг от топ-дога. Тем, что вот здесь в хардкоре отвечают за свои слова. Как только ты подаешь заявку, в течение двух дней мне позвонила менеджер Светлана. Она сказала, молодой человек, вы будете участвовать? Я сказал, да. Она скидывает геолокацию, она скидывает номера телефонов. И тебя уже ведут сюда, чтобы ты именно подрался здесь. Сестра, значит, тебе звонила Светлана. Скорее всего, я не знаю там. Вот. И после этого ты приезжаешь сюда, показываешь свой бой, допустим, зрелищный, незрелищный. У нас есть три судьи. Меня судил боксер, меня судил ММАшник и меня судил блогер. Они отлично отсудили. Я не знаю, почему там многие говорят, что судьи какие-то дерьмовые и так далее. На самом деле, судьи у нас топовые. Я бы сказал так. Потому что два непосредственно у нас идет бойца, которые вот именно чемпионы мира, которые выиграют турниры, у которых есть пояса. Это у Эдуарда есть пояс файтнайта был когда-то. У Дмитрия Кудряшова был пояс именно лиги WBA и так далее. А вот блогер Суба, он просто пришел со стороны посмотреть, потому что он друг Литвина и все. Так, ты и блогера Суба вызываешь на бой? А вы, кстати, заметили, каждый раз, когда ругают рэкбиста, где-то плачет один кимчи? Интересно, да вот просто понимаешь, в чем дело? Почему во многом съелись на рэкбиста? Почему такая ситуация происходит? Вот вокруг него, да? Ну, а посмотрю, фактически, кроме моего канала, и то двух интервью не дает вообще ответа в прессе. Он не то, что порой не сливается, сколько порой просто игнорирует предложение. Это свидетельствует о двух вещах. Либо человек не умеет разговаривать в публичном пространстве. Как я. Он занят своей организацией. Блядь, Литвина, ты заебал. Либо, ну я не знаю, либо у него может какой-то страх, каких-то вопросов прямых, которые ему могут задать, которые сейчас задают ребята в студии, понимаете? Нет, это же не так. Вот, кстати, очень хорошо, что именно мы здесь задискутировали. Большая организация у тебя, верно? У рэкбиста тоже немало. И я уверен, слишком много трудовых процессов там происходит. Конечно, он не может реагировать на все вызовы, во-первых. Во-вторых, правильно сказали, что разная медийная составляющая. Здесь, если каждый друг другу будет отвечать, это будет полный хаос. От бомби несколько боев, тем более хардкор, если тебе предоставляет эту возможность. Нормально все сделай. И уже там, если пойдет хорошо, волей-неволей придется заметить. Вот и все. Там уже где-то близко будет. Миллион заберешь, братан. Миллион заберешь, заплатишь рэкбисту за бой и его сорганизуют. Артур, он миллион хочет забрать твой. Слушай, все в спортивном поединке, если выиграет, то заберешь. Бля, ты какой-то скучный сегодня в спортивном поединке. Ты выспался же или поел? Какой-то цвет лица у тебя здоровый стал. Взгляд ясный, блядь, что с тобой? Тренироваться просто начал. Друзья, давайте дадим слово нашим гостям. Ребятам из Red Fury и ММА хотят задать вопрос. Саид, пожалуйста. Тимур, у меня такой большой вопрос к тебе. Мы же все понимаем, что топ-доги, хардкор — это на сегодняшний день конкуренты. А сам рэкбист является основателем топ-дога. Это будет как-то нелогично, если он придет в промоушен хардкор, учитывая, что у тебя действующий контракт с хардкорами, провести с тобой поединок. Хорошо, есть президент хардкор-файта, это Толя Сульянов. Он может спокойно, допустим, я могу подраться и на площадке у рэкбиста. Просто чтобы есть одно правило. Чтобы с моей стороны было написано хардкор-файт. Вот у него есть вот эта вонючая собака, которая посередине. Чтобы просто вот так посередине, с левой стороны был хардкор-файт написано, и это мой угол. Все. Ты ответил на вопрос. Саид, на самом деле я могу сказать следующее. Что мы, как начинающая организация, в перспективе, я говорил уже об этом неоднократно и в интервью на Матч ТВ, да, о том, что мы готовы через год, когда мы состоимся как организация, когда мы вырастим своих чемпионов, провести объединенные турниры по кулачным боям против чемпионов Кулака Тарасовых, против чемпионов того же Топ-Дога. То есть у нас какого-то негатива нет. Мы все рубимся, бьемся на одном спортивном поле, и это абсолютно, я считаю, нормальная конкурентная история. Будет бой, но попилим напополам октагон, выпустим это на нейтральном канале, например, Ким Чи, этот бой. Ким Чи соберет миллионы просмотров, да, и все будет отлично, никто будет не в накладе, и все посмотрят красивый бой. Ты считаешь, ты выигрыш у рюкбиста? Шесть секунд. Сколько? Шесть секунд. Марив, у меня... Нет, шесть секунд не будет боя. Я уверен, что шесть секунд я смогу... Закроешь этот вопрос. Закрыть этот вопрос в октагоне. Потому что три секунды нам достаточно будет на приближение, и за три секунды мы покажем именно тот бой. Потому что... Ну это кто? Ты не один планируешь выходить? Это я и рюкбист. Потому что мы сейчас же говорим обо мне и о рюкбисте. Шесть секунд. Три секунды нам на сближение, и остальную три секунды мы устроим там за варушку. И кто упадет, тот упадет. Кимур, а сколько продлился твой бой в хардкоре? Два раунда. Дебютный мой бой, два раунда. И ты хочешь за шесть секунд. Но ты сам знаешь, Эдуард, то что каждый бой может продлиться и по-разному. Никто не ставил на тебя в битве за хайп, когда ты выиграл чеченца. Никто не ставил. Все говорили то, что ты андердог. Но ты вышел и доказал им всем то, что ты выиграл. Никто не ставил на Марифа Пираева то, что он выиграет. Но для меня, допустим, Мариф Пираев – это огромный спортсмен. Потому что он показал своим примером то, что сейчас нужно молодежи. И в ММА я хочу заявить официально, что если я в дальнейшую перейду в ММА, это чисто из-за Марифа Пираева, это из-за дяди Армана. Поэтому если в дальнейшем вы хотите, смотрите. Дядя Арман – это кто? Дядя Армане. А, дядя Арман. Дядя Арман, они на будущее, мы будем знать. Братцы. Дядя Арман вызовы не принимает. Я добавил его в фотку в инстаграм. Кинул вызов, так он на трубку позвонил, потом угрожать. Перепрестись, что он твои вызовы не принимает. Человек Вартанянов на тренировках по ковру возит, который на 10 килограмм больше него. Чтобы сильнее стать, надо сильных соперников вызывать. Братец, на этом сопернике можно закончиться здесь. Любому из нас просто закончиться. Вот поэтому Тимура вызывает. Я по поводу Тимура хотел бы сказать, по поводу того, что его бой на нашем турнире прошел два раунда. Он дрался против Влада Степанова. Мариф не даст обмануть, он его тоже знает. Влад Степанова заступал и в ЭСА, и в других крупных российских промышленных. Он профессиональный боец ММА. Так что этот бой был достаточно важный. Тимур дрался против профессионального бойца по ММА из ЭСА? Да. И выиграл? Влад Степанова. Да, выиграл по очкам. Рекорд какой был у оппонента? Хороший, 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 хороший. Хороший рекорд был. Мне похуй кого пиздить. А рекорд какой был у него? Реально, правильно ребята спрашивают. Рекорд сейчас я, честно говоря, не вспомню. А, откройте Шердок. Зачем вы такие вопросы? Есть интернет. А вот ты есть у него Шердок? А заберите у него зажигалку нахуй, пока он еще что-то не поджал. На Кимче, это тебе подарок надо. Сейчас палец тебе сожжет еще что-то. Братец, зачем думать о сопернике, которого ты уже прошел? Нахуя он нужен? Нет, у Кимче нормально. Хорошо, смотри, ты говоришь, тебе все равно, да, с кем драться? Я говорю конкретно то, что я сказал, что я когда прохожу соперников, мне все равно, кто они были до меня. Кто там чемпион мира, там чемпион по сумоу, чемпион там в ACA и так далее. Смотри, если оставим регбиста, ну это же мы сейчас видим, что это чуть-чуть хайп есть все-таки. В чем хайп? Ну, вызов регбиста. Это не хайп. Окей, ладно, оставляем регбиста. Ну? И если возьмем бойцов из данного промоушена, с кем бы ты побился бы? Хороший вопрос. Чеченец, Дагестанец, с кем бы ты хотел бы сказать? Из данной лиги. Макс Топор, у меня даже в интервью написано то, что я пришел. А с Зелимханом, допустим, смог бы? А Зелимхан не подписан в нашем промоушене, братан. А я думаю, Толя займется вопросом. Мы обсуждаем это, Армен обсуждает с агентом Зелимхана. Ты бы сам смог бы выйти, вот если бы был такой шанс? Если бы с Зелимханом? Да. Да. С каким Зелимханом? С пулеметчиком. С пулеметчиком, да. Сейчас надо уточнять, с каким Зелимханом, потому что после недавних событий. Да, после Святославии много Зелимханов появилось. Я бы вышел с Зелимханом. Все, я тебя услышал, я тебя понял, да. Вопрос о хайпе очень интересно ты высказал. И у тебя все тезисы как раз-таки касались больше медиа составляющей, чем более спортивной. И, ну, если бы ты пришел на принцип, тебе достаточно было камер, чтобы сделать заявление, правильно? Ведь хард-конференс имеет немалые охваты. Но у тебя в кармане завалялась палочка с собакой. То есть, я не верю в то, что это чисто какое-то предприятие. У меня вопрос. Вот если, допустим, сравнивать две вещи, то, что это вот личный зацеп, то, что тебя конкретно это зацепило, или мы берем в сторону хайпа, то... Я иду за личным зацепом. В каком проценте вы, пожалуйста? 70 на 30. 70 личный зацеп. Потому что 30 это по-любому, он как говорил, типа, я во дворе не буду драться ни с кем. Как регбист говорил. У Макса Фадеева с артистами с вами. Почему? Почему ты снова так говоришь? Потому что в твоем интервью... А если разделить на конкретику, то это личный зацеп, или все-таки... Это больше личный идет зацеп. Или красивый заход, короче. Не, мне заходить красиво не нужно. То есть больше это личное и не личное, короче, у тебя как регбист, у тебя больше личная неприязнь, короче. Пускай зайдут бои. Тут правильнее вот так вопрос задавать. Ты все это делаешь не для того, чтобы хайпануть, а просто для того, чтобы зацепить его. Да. А у Картура проблемы с просмотрами, что тут надо что-то зажигать? Я вот не понимаю. Нет, 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 ты не понял. Зачем? Нет, нет, вот в том-то и вопрос, что он говорит о том, что он это делал, поджигает голову не для того, чтобы хайпануть, а для того, чтобы именно задеть его. Если бы он просто вышел и сказал, уважаемый Данил, давайте подеремся, его бы это могло не зацепить. А тут он как бы поджег башку, и Даня такой, ты че? Нет, ну не мне тебе рассказывать, человеку из околофутбольной темы, что вот эти сожжения флагов, других команд, символов, когда это... У нас только если отобрали, просто так нельзя, только если отобрали. Когда отобрали, вот это вот, ебать Спартак, ебать Спартак, песня прекрасная, на Fear of the Dark из Айрон Мейдена. Ебать Спартак! Ебать Спартак! Не, мне просто очень нравится Айрон Мейден. Я не болею ни за одну футбольную команду, и в футболе не понимаю вообще ничего. Вообще ничего. Ну, как и большинство из нас. Это понятно. Околофутбольщиков ты имеешь в виду, да? При этом я в юные годы ездил пиздиться со Спартаком, кстати. Повожу. По районам, вот. Ну, проносят же свиней живых на этот самый, на стадион. Помнишь, была история там? Ну, мы перехолонцы делали. Головы лошадей сжигают. Ну, то есть, это такой вызов трэш-символики, парень потратился. Но у нас история. Блин, ну, окей. Он вызвал организатора шоу, которые, ну, так скажем, конкретно способны для вас. Помимо того, что он организатор шоу. Ты также занимаешься спортом, мы знаем. Ты готов выйти в своем промоушене и тоже с кем-то подраться? Вот как... Я не профессиональный боец. А часто ли бывает такое в профессиональных организациях, ну, когда тебе дают какой-то оффер на бой, условно говоря, ты его принимаешь, но в итоге бой не происходит? Насколько часто бывает в профессиональных лигах, что тебе дают оффер, потом его отзывают? Ну, часто, на самом деле, бывает такое, что ты готовишься, там, тебе говорят, что один соперник будет, потом второй, третий, кто-то слетает, травмы и так далее. На самом деле... То есть это, на самом деле, абсолютно нормальная рабочая ситуация и не всегда в этом руководстве лиги нужно видеть. Вам же подбирают, потом другого соперника дают, правильно? Дают другого, и вы уже деретесь с другим. По-обоюдному согласен. А здесь я просто кидаю, говорят, ты все, пацан, ты, короче, дома оставайся. Позволь слово вставить. Да, давай. Смотри, Тимур, а если у тебя неприязнь к нему такая, что он к тебе некрасиво поступил, то зачем это выводить на камеры и на личные глаза? А я ему потому что в личку писал. Ну, не встретиться с ним на улице, если... Ну, короче, если ты считаешь, что он некрасиво к тебе поступил, почему его не потянуть на улицу? Братан, мешает это сделать, это уголовный кодекс Российской Федерации. Да. Поэтому все отношения... Деритесь в клетке, нахуй на улице драться. Сто процентов, поддерживаю, красавчик. Вот супер верные слова. Хочешь драться, дерись в клетке в ринге, мы это говорим на каждой передаче. Ну, что вот ты профессионал уже своего дела, все видели твой бой. Я профессионал, но не такой... Мой бой? Нет, я Артуру сейчас говорю. Да брось ты. Какой профессионал? Один раз? Ну, грубо говоря, братан, ты уже сделал то, что, бля, не каждый может. Ты уже вышел. Просто-напросто ты вышел и подрался. И если ты, допустим, подерешься на улице, тебя закроют, могут закрыть на пожизненно, оттуда ты можешь не выйти. Либо ты отдаешь больше денег, чтобы тебя выпустили. А зачем это надо? Поэтому если... Ну, а сейчас все Мишане миллион заплатит за сломанные челюсти. Ну, Мишаня что-то сегодня грустный. Но у меня к Мишане тоже есть одна претензия, большая причем. Меня тоже комментарии там не обрадовали, то, что почему Литвин тебя не поздравил с днем рождения. Что ты на это скажешь? Я хочу сказать на это то, что я твой инстаграм только нашел в хардкоре потом, в историях. И ты знаешь, что я тебе сказал с прошедшим. Я в черной смесе. Ты не прожди. Ну, хорош. Ты его поздравил с прошедшим днем рождения в итоге? Да, да, написал. Братец, ну написал же, поздравил. Или я сказал, что я просто забыл, не обессую. Ты просто забыл и сказал, не обессуй, братец. Есть вариант исправиться сейчас красиво, поздравить с прошедшим днем рождения. Я хочу пригласить его вот после победы к себе заведение, где я работаю. Где ты работаешь? Я работаю в стендап-патриках на Маяковке. Мы подъедем, все, поехали. Мы подъедем, братан. Все, поехали. У всех 20% скидка от меня. Ты тоже один приходи, мы тоже одни будем. Я хотел тебе задать вопрос. Ты смотрел вообще бои хардкора? Да, смотрел. Первый, второй выпуск. Нет, вот последний турнир, который был, я так посмотрел отрывками, ну какие-то бои. И что-то есть, что зацепило, понравилось? Да, на самом деле очень интересно. Ну, я тоже хотел бы попробовать, но как бы я боюсь травмироваться. Я занимаюсь профессионально, выступаю и боюсь травмироваться там так. Ты хотел бы попробовать кулачные бои? Да, для себя интересно было бы выйти. Армен, я думаю, это была бы крутейшая история с точки зрения матчмейкинга. Если бы боец ММА такого уровня подрался у нас в промоушене на кулаках. Я ему звоню, говорю, Мариф, лети к нам. У меня вот вопрос, вот сразу как матчмейкинг. У тебя есть с кем-то сейчас подписанный контракт? Нет, не с кем-то нет. Миша говорит, у нас денег не хватит. А ты в каком весе, братан? В каком весе? Семь, семь. Блядь. А ты хотел попробовать туда? Нет, просто похоже тебе. Просто похоже? Да, так, чистый ради интерес. Так, хайпа чуть-чуть сейчас подожрал, да? И потом это выйдет. Приходи за... Акап вызвал. Это опасный хайп. Опасный хайп? Опасный хайп. Братан, да. Причем здесь секунду может закончиться. Там еще и на Морячка, и на Мариф, и два на Мэда. Это же вообще... Братан, ты за последние выпуски прыгнул вообще на всех. Это я еще не смотрел твои интервью, пока ты от нас ходил, кстати, по другим промоушенам. Кого ты там навызывал? Никого не вызывал. Никого не вызывал? Смотришь за ним? Да. Тогда я спокоен от души, братское сердце. Можно то ли спросить у Марифа? Конечно. Да. Марин, смотри, насколько вообще правильно для профессионального бойца, вот как ты, у тебя огромный бейкграунд, я видел твою схватку с Раисовым, тем же, с ММА. Насколько правильно участвовать вот в таком промоушен на кулашных боях? По твоей репутации не ударит это, если ты примешь участие? Ну, это я больше так для себя. Я вот, например, вот сейчас травмирован был. Я для себя там ходил. Для меня это как тренировки, пойти там подраться. И для себя интересно проверить. Единственное, что я боюсь, это травмироваться, и все. Просто позаработать, да? Ты серьезно воспринимаешь? Да, между боями, да, пойти там. А как понять, по репутации ударит? Ну, Мариф, допустим, вот ты выиграешь, тебе этого ничего не даст. А если проиграешь, то для тебя это будет большое... Ну, да, я рискую как бы. Ну, для меня это как бы интересно. Ну, хочется попробовать. Это концепция. Вот ребята из Red Fury задали вопрос. И Миша правильно обстанно сейчас переспросил. Да. А что значит ударит по репутации? Ну... В чем удар по репутации? Ну, из профессионалов перейти в любители, это уже как-то... Почему в любители? Ты видел, кто в том же Барнакле в Америке дерется? Ну, это понятное дело. Дерутся бывшие чемпионы Strikeforce и UFC. В промоушене выступают не все профессионалы. Мы же знаем все это. Вопрос того, какие бои рангеры играют. Блин, ну есть бодрые ребята. Я говорю о том, что в случае, если Мариф выиграет, для его карьеры это ничего абсолютно... Максимум, что он получит травму, для его известности это ничего абсолютно не даст. А если он проиграет, это, в принципе, это сильно ударит. Он будет говорить, что он проиграл любителю кому-то. Так и будет. Он же не следовательно будет выходить. Он также может с профессионалом выйти. Дело в том, что он в рейтингах не будет подниматься, как профессиональный спортсмен. И это большой удар действительно будет для Пираева. Тот человек, которого как бы уже и в UFC ждут, и в этом. И если он будет делать в откат рейтовый, но на нем это может сильно сказаться. Я отлично понимаю, ребят. Есть профессиональная ММА, где у нас есть ударная техника и борцовская. Есть ограниченная техника, как у нас. Друзья, мне наши продюсеры сообщают к вопросу о профессиональных бойцах. Действующий профессиональный боец Чоршанбе Чоршанбиев поприветствует! Чоршанбе – король трэш-токов поп ММА. Стиляга и яркий ударник, который одинаково любит биться и троллить своих оппонентов. Мастер спорта международного класса на хардкоре. У него есть один возможный оппонент – Марив Пираев, которого он оставил на десерт. Действующий профессиональный боец Чоршанбе, мы как раз обсуждали потенциальный бой на кулаках Марива Пираева и появляешься ты. Как раз обсуждали, вообще имеет ли право профессиональный боец ММА – туда же поступил вопрос от журналистов – опускаться до уровня кулачных боев. У Миши Литвина возник точно такой же вопрос. Почему опускаться? У меня такой же вопрос – почему опускаться? Ну, теперь у меня вопрос – почему опускаться? Вот давайте нам Рэд Фьюри еще раз ответит на это. Нет, я не говорю опускаться. Я говорю, для профессионального бойца это огромный риск спуститься на уровень ниже и проиграть. Это для него большой удар для его карьеры. Позвольте, позвольте я закончу все-таки мысль. Давай, ты хотел что-то сказать, Питакий Мишин. Да, у нас есть формат ММА, где смешанный стиль, и ударная техника, и борцовская. Есть формат кулачных боев, где у нас только работает ударная техника. Если Мариев готов принять участие в таком проекте, это говорит только о силе его характера. Я смешанник. Я, например, знаю, что в ударной дисциплине, да, там, боксер, среднячок, для меня это имиджевая потеря будет. Мне лучше драться дальше по ММА. Если Мариев готов для себя принять такой вызов, наоборот, только честь и хвала им. Нет, Анна, а что ты от меня тогда вызов не принял? Ты же говоришь, характер... Я тебе по ММА сказал, давай. Я тебя по телефону еще понял. Армен, я это к тому, что ты как профессиональный боец сам, ты это все понимаешь. Но мы как СМИ рассуждаем, мы знаем нашу российскую аудиторию из ММА. К примеру можно сказать, например, Артем Лобов, да? В ММА он не очень хорошо поиграл, но какое он имя сделал на кулачных боях? Но он имя сделал... Имя и гонорары... И потом ему другие гонорары уже в ММА предлагают. Он легенда просто. Он уже... Слушай, Миш. Сравнить одну вещь хотел. Вот тоже, когда я только начинал, например, пранки, они, в принципе, только-только зарождались. Вот. И мне говорят, ну, типа, вообще, в принципе, вот когда какие-то вайнеры, там, скетчеры, вот эти, которые видео всякие снимают, они ко мне подходят, ну и говорят, что там, типа, а что пранки там... Вообще, в принципе, всерьез никто не ставил. А сейчас это, ну, достаточно такая ходовая тема. В принципе, как и кулачные бои, это очень зрелищно, и это набирать будет гораздо больше просмотров сейчас. Поэтому я лично не считаю, что это взять... Я считаю, сейчас целая культура, в принципе, пранка появилась. Огромное количество блогеров она взросила, на самом деле. Речь шла о имидже, именно, и о травмах. Мы не говорили, что это как-то низко. Вот я к имиджу не говорю. Да, что это низко. Это зрелищно. Для меня бы было зрелищно, посмотри, как Мариф дерется с Чоршанбей, чем в ММА тут. А мы сейчас это обсудим. Это интересное дело. И не является вызов Чоршанбе и Марифа здесь, что они могут подраться. Вопрос такой. Смотри, если они дерутся в кулачных боях, вы считаете, это какие-то рейдинговые потери? Вот Чоршанбе, например, с Марифом. Нет. На кулаках. Вопрос-то от оппозиции зависит, да? Вопрос оппозиции. Если Мариф выйдет с каким-то парнем... Если Мариф будет драться с Тимуром, то это уже, ну, понятно, понимаешь, что это... Ты еще разрастет, что ты переживаешь? Охуел, что ли, бля? Я попрошу без мата разговаривать. Ну, смотри. Вот именно Мариф с профессиональным бойцом, это уже кайф. А Мариф с простым бойцом, ну, который никто не знает, по сути, если говорить, да, так, это уже как-то, ну, все понятно, перемотать. Подожди, то есть есть, вот ты говоришь, как профессиональные бойцы дерутся с профессионалами, правильно? Да. Но в данный момент я считаю себя профессиональным боксером. Понимаешь, если у меня нету меди, это мой профессионализм никто не отключает. Понимаешь? Ты не путай медиа и профессионализм. Смотри, если ты считаешь, одна тема, а если официально как-то это есть, это другая тема, понимаешь? Я тоже считаю себя трехкратным и олимпическим. Ну, любите это и... Я-то я считаю. Хорошо. Я позволю отнести ясность уже, вот надо объяснить, короче, это принципиальная разница. Ты говоришь, что ты считаешь себя профессиональным боксером, но выступаешь в любительской организации. Вопрос больше был задан на профессиональных рейтингах Марифа Пираева, как профбойца. Благодарю, спасибо. Ну, мне кажется, у Тимура все еще впереди, он еще себя проявит. Сто процентов. И я считаю, что с таким трэш-током у Тимура огромная перспектива. Сколько тебе лет, Тимур? Двадцать пять. Тимур только что здесь, он бросил вызов рогбисту, и он пришел на шоу с огромной собачьей головой, сжег ее здесь в студии, и вот это все, это тушили огнетушители. Ну, это чуть-чуть и Чоршанбе украло, честно говоря. Чтобы вы понимали, что здесь происходило. Потому что Чоршанбе может показывать шоу. Мы-то в этом не сомневаемся. Хорошо, к вопросу о профессионализме. У нас есть два профессиональных бойца по ММА, Чоршанбе и Мариф. А ваш бой на кулаках гипотетически возможен? Ну, я скажу так. Очень скоро будет кольцо самого жесткого с моим именем. Если Мариф готов, то меня ты знаешь, где найти. Я на связи. То есть ты готов на кулаках, если мы договоримся по гонорарам, по дате, по бою? Я сам договорюсь. А что Мариф скажет на этом? Я в любое время готов. Друзья, ну круто, что на нашей площадке зарождаются хотя бы идеи подобных противостояний. Тимур, у меня к тебе последний вопрос. Понятно, что ты вызываешь там Рэгбиста, ты вызвал Конора Макгрегора. Я Конора не вызывал. Макса Топора. В «Актагоне» ты был, ты вызвал Конора Макгрегора. Пересмотреть второй выпуск «Харкора». Все, я забыл про медиа. Да, ты вызвал Макса Топора. Я не понял, вызвал ты или не вызвал Чоршанбе. А, нет, Чоршанбе не вызвал. Слава, Слава, Слава. Ака Чоршанбе еще под вопросом, братан. Короче, ты вызвал всех. Кого бы ты вызвал из реальных оппонентов нашей лиги? Ты отсмотрел, наверное, большинство боев своих потенциальных оппонентов. Прошли отборы. Следующие съемки – это уже одни шестнадцатые финалы. Олимпийская система выбывания на вылет. С кем бы ты хотел подраться из тех, кто прошел следующий круг? Ну, последний одного гея – это Эдуарда Резванова. Он вот до моего боя мне говорил то, что вот я тебя нокаутирую своей правой рукой. В итоге, когда он дрался там со своим оппонентом, он падал, как мешок. Что, блядя, а что за гей? Кто такой Эдуард Резванов? Почему он гей? Ну, он просто с «Дома-2» они все там… Нет, мы супертолерантны. Короче, какая ориентация или это не ориентация? Нет, это не ориентация. Почему ты его так называешь? Ну, просто с «Дома-2» в основном там такие задние приводы. А, это чувак, который дрался с «Дома-2». Да, просто они задние приводы. Да, с футболистом. Это чувак, который с проекта «Дом-2» бился там за миллион, за дом проиграл и пришел драться на кулаках у нас за миллион. Эдуард Резванов. Эдуард занимался тем, что поднимал руку на девушек в телепроекте «Дом-2». Но здесь у нас девушек нет. Есть только кулаки и сила возмездия. Эдуард проиграл бой, а его лицо было похоже на грим на Хэллоуин. По странному стечению обстоятельств он продолжает участие в лиге. Приветствуем, Резванов Эдуард. Что-то приболел чуть-чуть. Да, пошел финансов, сядь, да, придурок. Слушай, ну он тебя только что нахуй послал. В «Доме-2» я понимаю, что это нормально было в этом. По десять раз найдите друг друга нахуй слали. Нет, дело в том, что, понимаешь, если человек, ну, как бы всех вызывает, блядь, подряд, понимаешь, и как бы, ну, за своими словами. Ты за всех не говори, он вызвал тебя сейчас конкретно. Ты за себя отвечаешь? Ты за себя ответь. За себя я отвечу. Ну, я ему уже сказал, что я с ним сделаю. Да, если мне дадут эту возможность выступить, я, я, то, что сказал, я сделаю. Вот и все. Ты надеешься на свой вонючий правый кросс вот этот? Братан, я, я, ты себя видел, блядь? Братан, послушай, я, Магомед Исмаилов, ты, Александр Емельяненко, понимаешь? Я Хабиб Нурмагомедов, ты, Конор Макгрегор. Ебать, спрячь с него обратно. Закиньте нахуй. Ты что, дурак, что? Закините, блядь. Чуть-чуть мат, чуть-чуть мат, давай приберем. Магомедов и Конор Макгрегор, ты на себя посмотри, да, я похож на Конора, но ты на Хабиба, бля, не тянешь, братуха. Ты готов встать со мной? Он не соглашал. Ты готов на Босни в одной 16-й? Ты готов на Босни в одной 16-й? Это можно организовать? Это можно организовать, но насколько нам это интересно. Он с Дома-2, а не с задней привыки. Почему? Ну, если организаторы говорят, организаторы говорят. Я смотрю со спортивной составляющей. И что? Я не вижу этот бой конкурентным. Почему? Ты считаешь, Дом-2 вынесет нашего Хабиба Нурмагомедова? Не в обиду Эдуарда, но я считаю наоборот. И я не вижу этот бой конкурентным. И я не хочу, чтобы мне потом писали, что какие-то неравные поединки, подставные соперники. Вот, кстати, хочу... Не, послушайте, здесь парни сами вызывают друг друга. Все, я стал только о спортивной составляющей. Я смею по этому поводу. Давай. Вот, смотри, вот как Акап дрался, да, допустим, с парнишкой. Так. Вот такой неравный, якобы, бой, якобы, да, неравный бой. Вот, вынес. Почему неравный? Почему, почему об этом вот никто не говорит, допустим, да, Тимур сидит, как бы, ну... Что сказать? Можно сказать, что высмеивая... Ты считаешь, что Акапо был неравный бой? Да, я считаю, да. Но все боятся его это сказать, понимаешь? Тормози. Я знаю, что там, ну, ведущие должны нейтральную сторону выбирать, но как раз-таки неравный бой у тебя был, а у него вполне равный бой был, у него, ну, вполне конкурентный соперник был, а у тебя футбик. Это худенький, который высокий? Да, вратарь, который на поездку в Германию, копил деньги. Ну, а нахуй ты тогда на меня выебываешься? Потому что я тебе пизды дам, епта. Бля, вот он... Кто? Емни его, Эдуард, у тебя удар посильнее. Он тезку не будет трогать. Ты вылетишь, братан, в следующем бою, понимаешь? Ты вылетишь просто нахуй. Парни, все просто. Ты готов с ним подраться? Конечно, готов. Ты готов с ним подраться? Да, я его вылету. Спокойно, спокойно, ребят. Это вы успеете на ринге все организовать. Вот так и складываются поединки. Послушай, ну, с тебя все ответственности снято, что ты переживаешь? Ребята вызвали друг друга на бой. Мне понравилось, как выступил тот же Саня Нестеров, да, малой? Вот с батей, который был. 17-летний, школьник, который выступил. Пацан классно, на характере вышел, да. Умеет, обладает пацан. Ну, была мысль с ним подраться, да? Ну, так как у Тимура, да, у него есть много соперников, он бросает постоянно вызовы. Мне хотелось с ним подраться. То есть ты сейчас боишься, что ли? Я не боюсь, братан. А что ты тогда, бля, Саша Нестеров? На хуй он уже сейчас между нами идет разговор. Здесь, Саша Нестеров? Здесь, здесь, здесь. А давайте позовем. У нас в лиге... Самый молодой. Дрался парень, которому было 17 лет. Александр Нестеров. Александр – самый молодой боец лиги хардкор-файтинг. В свои 17 лет он уже завоевал уважение бойцов лиги, шокировал жюри и покорил сердца всех девчонок. Закатил яркий бой, в котором одержал победу. Парень пришел с отцом на турнир, с родителями, с доверенностью. Приветствую. Мареев, а как в профессиональном ММА вообще в принципе относится, когда ребята там в возрасте 16-17 лет выходят на бои? Понятно, это несопоставимо с голыми кулаками, наверное, но тем не менее. UFC ты можешь выступать? Файтнайтс или ВСЕ в 17 лет? Нет, по-моему, с 18-й, да? Если будет какой-то уникум, такой интересный спортсмен, за которого там будут все и врачебные бумаги, и от родителей доступ, и он может принимать участие. Но я скажу так, что у нас по Союзу ММА проводятся соревнования с 16-17 лет, и поверьте мне, уровень конкуренции там такой высокий, что эти ребята, переходя сразу по мужчинам, занимают призовые места, входят в сборную команду России. Так что там есть сильные ребята, крепкие, которые могут проявить себя ярко. Чуршанбой, у тебя в команде есть ребята 16-17 лет, которые дерутся на профессиональном уровне? Есть? Братишка мой. Братишка? Сколько лет ему? 21. Нет, 21. Ему уже в казино можно играть. И в Соединенных Штатах даже алкоголь продадут. Слушай, ну здорово. Братец? Да-да. Ты едешь дальше с лигой? Что вы решили на вашем... Вообще, расскажи, какие были эмоции у вас в семье, на семейном совете? Что мама сказала? Мама, она переживала на самом деле очень. Она чуть ли не до слез, она прям боялась за меня. Она была в зале, когда ты дрался? Нет, был только отец. А как она узнала о результате боя и о ходе боя? Отец сообщил ей сразу по окончанию? Да, то есть мы поехали с отцом, он поехал по работе уже после поединка, и тут же набрал маме и сообщил то, что я выиграл. А до боя она знала, что ты едешь на голых кулаках? И что говорила? Ну она была против, но так как я переубедил отца, она всегда поддерживает меня отца. И следовательно, она тоже не хотела, но отпустила меня. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот вы ей даже не приврали чуть-чуть, не сказали, что она какой-то бокс любительский, то есть сказали, что ты едешь драться с мужиками на голых кулаках? То есть ты понимаешь, что против тебя мог выйти 30-летний, если была меньшая компетенция матчмейкинга, 30-летний мастер спорта по боксу, ну и прошу прощения, раздолбать тебя, ну, если не до инвалидности, но по-страшному реально. Понимал, конечно. И как? Ну, меня это не сильно смущало, так как я считаю, что для своих 17 лет я достаточно конкурентен для тех же 30-летних и 25-летних. Ну, кстати, это действительно так, потому что он очень уверенно разобрался. Я скажу, что ты наша гордость. Ты не смотрел бои, Шанбе, хардкора? Парень классно выступил, и причем соперник был, я так понимаю, у него, ну, не... Да, опытный соперник, и он переломил боев по ходу встречи. Очень хорошо выступил. Красавчик, молодец. У нас с тобой вопрос был незаконченный. Красавцы! Что, как ты, Борь? Молодцы, ребята. Ты обещал красиво заехать, красиво заехал, но нож мы у тебя заберем, сдадим, вернем после пресс-конференции. У парней красивое охолощенное оружие, но, боюсь, Ютуб запилит этот контент. Ты подзажил? Да это у меня еще со дня бокса с братвой отмечали. Удачно! Ну и что, как день бокса отметили вообще в целом? Ну, судя по моему виду, замечательно. Слушай, а где твой соперник? Где Макс Топор? Где Макс? Макс! Макс, на чем ты, блядь, должен появиться, чтобы его переплюнуть? На мне. Я могу перепрыгнуть через людей. И на самокате, и ты на самокате. Да, я на самом деле, я на метро езжу. Мне даже подписчики, когда подходят в метро или в трамвай, едут на тренировках, говорят, а что ты на метро? Я говорю, на чем? Так на машине на своей. Братан, ну, значит, нужно было вон драться с Русланом. На что, на гелике ты приехал или на чем? Надо было ключики от гелика кидать, и тебе карту тройка на стол. И кто кого, тот на том и уехал. Кстати, Макс стал первым человеком, который приобрел нашу одежду. Мы запустили с Мишей свою линию одежды. Хардкор. Офигенно модные худи, майки, шорты и т.д. и т.п. Ну-ка, как сидит? Повернись на камеру. Ну, красота же. Братцы, вот здесь сейчас появится ссылка для перехода в магазин. Переходите, заказывайте, покупайте, поддерживайте хардкор. Крутейший, качественный мерч. И для тебя даже здесь есть место. Толя, можно сразу? Да, конечно. Смотри, вот сейчас, когда Макс проходил, всем руки давал, он Чершанбе ему не пожал. Я думаю, многие не в курсе этой истории. Чершанбе, почему ты это не сделал? А почему ты не пожал руку Макса тупору, да, Чершанбе? Ты меня искал, да? Я? Я не услышал просто, что ты говоришь. Я чуть-чуть плохо слышу. А, ты глухой? Да, со слухом плохо. Скажите ему кто-нибудь. Я могу подойти. Ты меня искал, да? Где? Ну, того, кто... Ты меня Шаурмой назвал, да? Нет. В смысле, нет. Когда я тебя искал? Видео ему покажите. А что за... Ну, давай посмотрим. Есть видео, где Макс Топор говорит, что Чершанбе, это похоже именно шаурма, что-то такое. Чершанбе. Это что? Шаурма? Или... Все, я понял, что это за видео. Когда Тарасов приезжал, снимал. Ну, дайте Максу встать. Подожди, подожди, Чершанбе. Ну, пусть он встанет, он объяснится что-то, братан. Подожди, подожди. Я понял, что это за видео. Я понял, я вспомнил. Когда в Ливиное Сердце мы ездили на тренировку, ко мне подошли. Послушай, я объясняю, да. Я понял, что это за видео. Мне спросили, что ты думаешь по поводу Чершанбе. Я не в курсе, я первый раз слышу это имя, фамилию. Я даже не знал, что это имя, либо фамилия. Я говорю, что? Я начал переспрашивать у ребят, которые мне задавали вопрос. Все, теперь я понял. Смотри, Макс, Макс, смотри. Чершанбе наш гость. Ты почетный участник Hardcore Fighting Championship. Теперь ты знаешь, что это за человек. Это уважаемый спортсмен. У вас есть возможность объясниться, и у тебя объяснится перед ним. Я считаю, это будет правильный участник. Я более чем уверен, что ты знал меня. Я не знал, я даже не видел такие вещи. Я тебя знать не знаю, я говорю тебе такие вещи. Я тоже не знал. Я тебе говорю, что я об этом не знал. Если бы я знал кто-то, я бы никогда не... Кого я знал, никогда не говорил на людей. Чершанбе, родной, послушай, пожалуйста, меня. Макс самый безобидный человек в мире, серьезно. Вот он сто процентов не хотел тебя оскорбить. Вот поверь мне, братишка. Он никогда ни на кого не газует. Братан, он никогда ни на кого не газует, серьезно. Я как я и сказал. Ты спросил, я сказал как я и сказал. Он реально тебя не знал, брат. Я вот за него ручаю. Все нормально будет. Вот я за него ручаю, Чершанбе, родной. Слушай, если что ты делаешь, делай до конца, понятно? Если не хочешь ничего делать, не делай вообще. Понятно теперь? Да, я делаю до конца. Меня трогать вообще нигде нельзя. Не говори мое имя вообще. Ты спросил, я тебе пояснил. Я тебе ответил, ты меня понял? Я тебя услышал, да? Красавчик. Договорились. Братцы, Чершанбе, пожмите руки друг к другу. Он понял, что он был неправ. Он готов извиниться. Он знает тебя теперь лично. Давайте у нас мир будет все-таки в согласии среди ребят-бойцов. Чтобы не было вот таких незакрытых конфликтов, недомолвок. Лучше его закрыть, я сейчас считаю. Ксюль, я скажу так. Я затронул твое имя. Ну. Поэтому ты имеешь полное моральное право вот сейчас в такой манере выразить свое мнение. Но я перед тобой извиняюсь, потому что я не знал, что это имя твое, понимаешь? Что это имя. И поэтому я так сказал. Ты прекрасно знал. Я в этом уверен. Я не знал и тебя не знал. Я в этом уверен. Хорошо, ты уверен, я тебе говорю так, как есть. Ну все, ты меня понял. Братцы, он принес тебе извинения. Ну, братцы, давайте закроем этот конфликт. Больше, чтобы это не повторилось. А то... Не повторится, мы теперь знакомым, этот вопрос обсудим. А то я воткну топор в одно место. Именно топор. Молодцы, парни. Я рад, что вы сняли этот конфликт. Красавцы, спасибо. Поступок двух мужчин. Ладно, я пошел. Давайте, еще увидимся, пацаны. Куда ты пошел? Недалеко пошел. Все, я устал уже. Эй, клоуна. Че ты там сидишь, бля? Пойдем. Отойди. Пойдем вместе. Пойдем выйдем. Ты готов? Не-не-не, никуда выходить никому не надо, дружище. Это тебе не дом, два. Здесь ломают челюсти. Я сам только что говорил, что только в клетке. Смотри, Тимур, ты хочешь уйти сейчас? Ты покидаешь ток-шоу или что? Да, я хочу уйти. Он меня бесит. Так, все мне вызови, бля, братан. Мне тоже ехать надо. Как вы с ним сидите? Он же, бля, помоченный. Братец, смотри. Родной, сядь, сядь. Присядь, родной. Хорошо. Хороший, за тип усидел. Мы с тобой поговорят, все порешайте. Присядь, братан. Да, смотри на него, блядь. Он не понимает, куда он попал. Он на доме два сидит, блядь. Братан, мы тебя докинем потом. У меня там две машины стоят. Айда, садись, присядь. Поговорите нормально. Ладно, ребят, тогда идите за кулисы. Пошли, подожди. Пусть идут. Роберт, пусть идут. Пусть идут за кулисы и разговаривают. Рус, садись. Руслан, пусть идут. Ребят, пусть... Рус, какие ощущения после боя с Максом? Никаких особенно... Самый популярный комментарий под вторым выпуском, когда тебя спрашивает врач после боя, какое сегодня число, кто-то написал, да он и до боя не помнил, какое сегодня число. Если честно, я вот даже сегодня не знаю, какой день недели. Потому что я человек неработающий, я ни перед кем не отчитываюсь. Я что хочу, тем и занимаюсь, так сказать. У меня начальства нету, и я нигде не пошу там пять дней в неделю, как говорится. Так сложилась судьба. Я не говорю, что я этим горжусь, но так сложилась моя судьба. А ничего, тут кружок безработных, это у многих. Миша, мы тут все безработные, по сути, кроме Миши и тебя. Миша, а ты где трудоустроился, блядь? Ты куда трудовой отнес? У меня клуб. Миша открыл, запустил. Кстати, Миша запустил свой футбольный клуб «Сахалинец». Человек вкладывает деньги в развитие спорта. Давайте поаплодируем. Огромное дело. У «Сахалинца» свой YouTube-канал. Ребята сыграли с самой сильной командой третьей лиги. Первый матч сыграли в ничью. И надеемся, дальше все попрет. Миша, искренне мы желаем тебе успехов. Если нужна какая-то помощь с сильной командой до матча... Не, просто ссылку в описании оставьте. Нет, смотри. Если нужна какая-то помощь с оппонентами до матча, после матча или во время... Кто-то, ты знаешь, из игроков, где он живет и бегает. Хорошо, что ноги у него шустрые. Ну, то есть, просто имей в виду... Миша, если не выиграем на поле, выиграем в раздевалке. Все на низком старте. Поэтому всегда можно на ход любой игры оказать небольшое влияние. Спасибо большое. Макс, как ощущения после боя? Да, ощущения обычные. Ничего особенно не произошло в бою. Слушай, но... Сейчас наши уважаемые журналисты будут ругаться, но здесь по-другому нельзя сказать. Но ебасосину-то он разбил тебе нормально. Надо отдать ему должное. Да, да, конечно. Вот эти ватные палочки, чупа-чупсы, которые у тебя доставали такого пунцового цвета, их закомментировали там тысячи комментариев на эту тему. Он, слушай, показал, я считаю, достойный бой вполне. И бой до сих пор смотрят. Там уже ушло куда-то за полтора миллиона просмотров. Все обсуждают. Я считаю, вы навели крутой движ, а главное, все достойно. И на уважение. Да, и на уважение. И хорошо, что ты вступился за Эдикой, там, германского, не приведи бог, обидели любого. Малыша нашего, еще кто-то. Рус, пока ты ехал сюда, пока ты стрелял с пулеметов, с автоматов, это твои машины, кстати. Я ничего нигде не стрелял. Братва стреляла, понятно. А это твои машины, скажи. Нет, это близкие. Близкие подогнали. Слушай, ну вот на уважение, что есть такие близкие, зародилась следующая история. У нас в турнире перед вами игрался парень, 17-летний. Помнишь, он со своим отцом приехал? Первый день съемок был. Да, да, да. Так вот он сидит. И он сидит сейчас здесь, перед нами, в студии. Как ты относишься к тому, чтобы провести с ним поединок? Пока тебя не было, он назвал тебя своим приоритетным оппонентом, с кем бы он хотел провести бой. Что ты на это скажешь? Ну, я бы хотел это лично услышать. Что именно он сказал? Болщиливо, блядь, опасно. Ну-ка, подстрахуй, Ленович. А нет, все на добром. Садись с нами, садись с нами. Падай, конечно, давай переговорим. Ну, смотри. После боя с Максом Топором у вас как бы, ну, получилась такая, до боя, точнее, получилась перепалка. И на самом деле мне не очень нравится. Знаешь, как ты бываешь себе в таких стычках? Ты как мужик, знаешь, как парень, как человек, ты хороший. Но, когда дело доходит до стычек, до каких-то, ну, проблем, то ты начинаешь себя вообще не контролировать. И ты можешь много чего лишнего сказать. Например? Вот. Ну, честно говоря, примеров я не подготавливал. Просто я как пришел сюда с желанием подраться с тобой. Ну, пошли выйдем. Ну, окей, давай, мы уже прям здесь выйти, где хочешь, как бы. Нет, прям здесь у нас никто не выходит. Но если, послушай. Тебе 18 лет есть? Нет. 18 лет будем, потом обязательно мне напиши, мы с тобой встретимся, пообщимся. Сейчас, секунду, секунду. Он выступил у нас, и он выиграл. Я рад за него, что он выступил, что он выиграл. Но факт остается фактом, то, что с несовершеннолетним, я не то что выскакивать где-то на улице, мы тоже с тобой не поговорим. Не, на улице вы не будете. На улице не надо. На улице? Пожалуйста, пересядь, друг. Ты, у меня изменилось к тебе мое мнение после твоих слов. Пересядь, пожалуйста. Ну, смотри, подожди. Я тебя по-людски попросил пересечь. У меня к тебе не претензия, просто желание с тобой подраться. Ну, тебе 17 лет, ты ребенок. У меня дочери 11. Я с тобой выскакивать не хочу. Пересядь. В клетке, понимаешь? По правилам. Пересядь, нам не о чем с тобой разговаривать. Для чего? Потому что ты меня не рвил уж. Каким образом? Я тебя что-то помолваю? Понял тебе, Руслан, как мне было, брат. Пересядь. Ты, короче, не принял. Ботан, мы с тобой все обсудили, согласись? А? Мы с тобой все обсудили. Да, не, брат, я пошутил. Без обиду. Позава нет. Я к тебе понимаю, что спортивный интерес. Ты, короче, не принимаешь его вызов. Слушай, Руслан, Руся. Руся. Лиша, ребенка, пересади, пожалуйста. Подожди, подожди. Пожалуйста, я просто чисто по-людски. Каких тебя попросил, да, Мик? Мне не о чем, не о чем с ним разговаривать. Садись, садись к нам на диван. Садись, падай, падай, падай. Пересядь, не пересядь. Короче, у тебя конкретно все в возраст упирается, да? Возраст и его манера общения мне очень неприятно. Тебе как 18 будет. Так, а что не так-то в манере общения? Я тебе свои цифры, я. У него родители здесь с ним? Нет. А, ты его представитель, получил? Мне просто так уверенно. Миша, у тебя же мой номер есть. Его законным представителем мой номер перекинь. Как ему будет 18, буду рад с ним встретиться на улице. Но мне же с тобой выскакивать надо вместо этого спортивного интереса. Знаешь, что такое спорт и какие-то разборки за, ну, где-то за гаражами. Я с тобой виделся, мы с тобой пообщались, нормально подружился. Ну, так вот, я даю, что ты нормально как бы никаких... Не, слушай, он тебя нормально по спорту вызвал на поединок на кулаках. Он меня по спорту, но по факту он мне предъявил. Предъявил без обоснования. Не, слушай, ну как без обоснования? Он сказал, что ему не нравится твоя манера общения. Да, ну хорошо, мне тоже может что-то быть не нравится. Конечно, и ты об этом открыто всем говоришь. Вот смотри, вот Марифий, вот мне что-то не понравится в нем. Я же тебе должен обосновать что-то. Я же не могу сказать, братуха, ты мне не нравишься. Согласись, братуха. Я тебе так не говорю, что мне не нравишься. Я не говорю. Ты только что это сказал. Тебе не нравится. Он обосновал, что ему не нравится твоя манера общения. Вот я так тебе скажу. Ты скажешь, что именно тебе не нравится? Я скажу, у меня фактов на это нет. Слушай, так вот, вот он факт, понимаешь? Вот я тебе об этом-то и говорю, что я тебя просто вызвал. Что тебе сейчас не понравилось? Я с профессиональным спортсменом общаюсь, он со мной соглашается. Что тебе не понравилось? У нас уровень общения и мышления разный, дружище. Нам не о чем разговаривать. Вот я тебе об этом говорю. Я тебя в дальнейшем не слышу и не вижу. Как только будет 18 лет, жду звонка. Нормально тебя вызвал, с тобой нормально разговариваю, а ты начинаешь наезжать. Что за наезды-то? Зачем это надо? Насколько я смотрю, насколько все культурно, без мата проходит на высокой энергии. Заметил, да, вообще, на каких энергиях? Вообще без мата идет шоу. И причем второй выпуск, кстати, очень многие отметили, тоже прошел практически у нас без мата. Встретимся или в Москве на улице, или в Челябинске, или в Затусе. Вот так видишь, Руслан, я тебе про это говорю, встретимся на улице. У меня к тебе чисто спортивный интерес. Никаких, понимаешь, проблем к тебе нет. Е-мое, я не соберусь с ним. Урок воспитания, да? Ну, ему, представляешь, я его понимаю с точки зрения, представляешь, он взрослый, состоявшийся, да, в чем-то мужчина с определенным опытом, и ему потом его же окружение будет писать, ты, ну, чем думал, когда выходил, как бы у него... А если он ему на колпашет? Так еще... Я сам перед собой это оправдать не могу. Я привык делать поступки, которые я могу оправдать перед самим собой. Я сам являюсь единственным человеком, перед кем я сам оправдываюсь. Перед своей сутью. Понимаешь, что я имею? Я думаю, любой взрослый мужчина меня поймет. Все, и я понимаю, что у него половина окружения, у которых дети его возраста. И я понимаю, почему он так, ну, говорит, конечно. Ну, тогда, родной, ты остаешься в гран-при и дальше борешься за лям. Давай, а матчмейкеры сделают тебе, я думаю, достойный и серьезный бой, конкурентный. Я думаю, Армен подберет. С мишенными футболистами на ногах. Так, давайте не будем замешивать мишеных футболистов еще и на ногах. Миша слишком дорожит своей командой. Окей. Моя команда, мы решим, типа, на десерт тебя оставим. Я хочу просто оставить его на десерт. Я вообще хочу сказать тебе и твоей команде, вы вообще кто такие, чтобы решать, а десерт или кто? Это я буду, ну, решать, кто и что, как. Че, шабе, братан, угли поменай по-братски. В одном организации, короче, я хотел выступать. Организацию сейчас закрыли, походу, но мне предлагали... А как называется, извини, что перебил? Не, не, гром, гром, походу. Окей. Это ММА, смешное единоборство. Мне сказали бой с Марифом, короче. И я согласился, ну, я его не знал тогда. Я согласился, они сказали, там, он профессиональный боится, у него столько-столько боев. А мне это абсолютно не важно. Я согласился, короче, они предлагали гонорар, короче, ну, там, насчет гонорара. Ну, они дали мало там, то есть я не согласился потом из-за гонорара. И потом, после этого, хотели, он пришел в битву за хайп, а я тоже был уже на труджиме выступал, короче. И мы хотели выступать там уже. И так, там тоже не получилось, битву за хайп закрыли. И теперь мы оба файт-найтс. Ну, то есть конфликта никакого нет, какой-то личной приязни. Просто он был с точки зрения спортивной организации запланирован. Вам интересно до сих пор обоим провести этот бой. Вы теперь оба бойцы файт-найтс. Но нас ничто не останавливает, как мы раньше и говорили, сделать ребятам предложение провести кулачный бой. Размять себя чуть-чуть перед глобальным, может быть, противостоянием еще и на файт-найтсе. Анатолий, извиняюсь, но я, честно сказать, за ребятами наблюдал в соцсетях. В соцсетях. В соцсетях, да. И они достаточно ярко себя проявляли, высказывались. И для меня было вчера... Я думал, какой-то между ними вот именно будет разговор, общение. Не в плане какого-то, скажем, грубости или оскорбления, а просто какой-то диалог между ними будет. Но вчера вот в одном помещении, скажем, они находились. И, скажем так, достаточно тактично друг друга вели и не сближались на общение. Вот в этом плане я хотел бы у Марифа спросить. Потому что я, большей частью, увидел его на историсе, где он обращался к Чешанби. Почему он именно при личной встрече как-то, скажем так, не пообщался более... Почему? Мы подошли, пообщались. А, вы уже общались, да? Нет, вот вчера подошли друг к другу, пообщались. Но ты считаешь, кто победит в этом бою? На кулаках и по ММА? Я, конечно. Ты и на кулаках, и в ММА. Что, что, что? Я спросил у Марифа, кто победит в вашем бою сначала на кулаках, потом в ММА. И в том и в том он считает, что он победит. А ты как считаешь? Ну, он тоже будет считать. Любой боец будет считать, что он победит. И любой выходит выигрывать, а не проигрывать. Ну, единственное, что он поменьше меня вес. Да я чуть-чуть ваш на трэш-ток, это самое. Мы же шоу. Не, просто для начала надо вес делать. Я не знаю, сделать он вес. Если он не сделает вес, я поднимусь. Так лучше бы. Да, если он не сделает вес, я сейчас буду выступать в 66. В 66 ты выступаешь? Да. А ты сейчас весишь под 90. 85, да? Ну, вот. А ты в каком весе готов? В 71 готов подраться? Ну, если он сгонит хотя бы до 71, я поднимусь, и мы сделаем это наконец. Это реально согнать тебе до 71? Да, конечно, реально. Реально? Мы будем работать над этим боем, мы вам обещаем, и мы это обязательно после передачи обсудим. Хабиб гоняет сколько? 20 килограмм. 20 килограмм гоняет Хабиб каждому бой, чтобы ты понимал. Обычно все спортсмены обманывают на 2-3 килограмма. У нас на весы становятся, тихоря смотрят, сзади кто-то есть здесь. Вопрос, конечно. Парень с автоматом, вопрос, пожалуйста. Эффектно появившиеся юноши. Ребят, всем привет. Братцы, а вы журналисты? Нет, нет. Нет? Хорошо. Да близкие мы. Как вам слово-то не дать, что вы же... Да. Я, честно говоря, у меня проблема с голосом. Я ожидал, что встречу тебя и меня. Все не ожидали. Вот. У меня вопрос такой. Я сам таджик, ты по мере знаешь, это междунациональная наша тема. В общем, конфликт, который у вас был в интернете уже, ну, в публичном дате уже задавали. Вопрос такой, почему именно... С кем конфликт? Ну, с одним спортсменом, я его имя не знаю, там, русский был, вот. Он что-то обзевает его, скажет, что таджики такие и так далее. А он в ответ говорит, что ты таджика у себя в зеркало увидишь, я помирец. Ну, это как-то, знаете, в публике, тем более, такая тема. Почему именно ты так, ну, как бы, таджики обидели тебя, там, не знаю, где-то там угрожали и что-то подобное. Ну, не знаю, на обиженных воду таскают и в одно место дольбят. И это твой ответ. И это мой ответ. И все, больше ничего не хочешь сказать. Никто не сможет меня обидеть. Я не говорю, что я хочу тебя обидеть или что-то подобное. Нет, это тем более. Что тем более? Что ты хочешь? Смотри, правильно я понимаю, что твой вопрос в Чуршанбе был в том, что он ты из Таджикистана. И Чуршанбе из Таджикистана. И он из Таджикистана. И твой вопрос, почему он застыдился сказать, что он из Таджикистана и сказал, что он откуда из помирец. Вот в чем вопрос. У меня вопрос. Нет, один момент, сейчас, секундочку. Просто вот он мог бы сказать, что нет, я не таджик, я помирец. Но он ответом сказал, что ты таджика у себя в зеркало увидишь. Ну, так получилось. Так получилось? Ну, допустим, сделают видео, как другие делают. Обычно каждый второй человек ошибается. Да, я тебе отвечу, почему. Я знаю, что я кого-то там, ну, скажем так, кто-то обиделся, как ты сказал. Кто-то там обиделся, но задеть у кого-то честь там, национальность и так далее, это никто не сможет. Поэтому... Ты-то смог? Ну, я-то смог. Короче, смотри. Смотри, смотри, слушай дальше, не перебивай меня. Я хотел сделать видео с извинениями и так далее. Но перед этим мне звонили и угрожали, мне хотели меня заставить. У нас веками никто не смог заставить что-то делать, этого не будет. Ты лучше всех с ней знаешь. В смысле помирцев? Помирцев, да. Я помирец, это не меняется. Я тебе и так скажу. Любого мужчину нельзя заставить. Даши, знаешь, мы уже ни к чему будем здесь обсудить в этом месте, то, что мы сейчас говорим. Ну, я ответ получил уже. Вот смотри, брат. Мы с германским, с Эдиком, тоже мы закусились. Тоже он что-то сказал. Не, я тебе, вот ты меня же лично знаешь. Я тоже допустил ошибку определенную. Он тоже допустил ошибку определенную. Мы все порешали. Чо Шанбе только что озвучил свою точку зрения. По какой причине так получилось? Согласись, когда ты мне это озвучил, я тоже был удивлен. Здесь есть второй момент, я так скажу, вот из 100% вот сколько народа, процентов 80, блогеры, да, все там, как этот. Вот у него именно из 100% процентов 80, ну, много хейтеров, чем у других. Я так скажу. У меня тоже много хейтеров. Я знаю, люди, которые в интернете чушь пишут, я к тому, что не только я как-то джик ему это говорю. И его же земляки-памирцы тоже многое там сделали, даже в видеообращении есть и другие спортсмены, которые об этом тоже говорят. Меня это не волнует, это только мотивирует меня. Я же говорил то, что ответ получил и все. Зато Чо Шанбе не носит маски, никаких добряков и прочего. Знаешь, это намного ценнее на самом деле. Чо Шанбе, к тебе вопрос, короче. Меня Паша Носов зовут, боец Поп Мэй. Можешь видеть у меня на битве за хайп, с грузинами бился 12 килограмм. Я не видел, но посмотрю. Обязательно. В общем, ты постоянно на эмоциях, всех кошмаришь. Он сейчас до Макса докопался, зашел, всегда с конфликтами, у тебя какие-то истории негатива прет. Почему, когда Мариф напрямую попытался задеть, твои эмоции не сработали, а просто лояльно отнесся и понял, что это позитивная ситуация? Ну, Марифа, я вчера его видел, все в интернете что-то там говорили и так далее. Я знаю, что когда они увидят меня, точно ничего не будет. Ну, грубо говоря, обострутся они. Я только ожидал от Марифа, что что-то будет. Но его тоже видел, там мне салам кидали, все. Я знаю, что он и так просто... Ну, то есть здесь это уважение, да, прямое? Между нами только уважение, он только хотел раскрутить бой на вернее. Ну, то есть к ребятам, получается, к Максу нету, к Солонину нету, никому нету уважения, а вот к Марифу есть, правильно? Ну, к ним тоже. Против... Но, однако, эмоциям ты поддаешь только на них, ну, ко всем, кроме Марифа. Ну, он тоже тихо сидит, поэтому... Я понял, я понял. Да, сейчас предлагаю посмотреть бой, который вызвал бурю негодований в комментариях. И мы его уже неоднократно пересматривали, пересматривала его судейская бригада наша. Наверное, стоит признать определенные недочеты в части этого боя. Стоит его обсудить, разобрать и пригласить его участников. И один из его участников, Имам Незамединов, приглашаем в студию. Незамединов, Имам, боец Лиги Хардкор Файтинг, бескомпромиссный Рубака. В прошлом бою доказал свое преимущество в экстра-раунде. Выбил последние силы из своего оппонента, оставил ему сечки и гематомы и забрал победу. Бой вызвал много споров и комментариев к выпуску. Вполне возможно, что в скором времени мы увидим реванш. Один был активнее, другой был чуть точнее. Поэтому здесь однозначно сказать, что выиграл синий и все, так не бывает. Ребятам нужно еще подраться, а судьям нужно посмотреть повнимательнее. Имам, тебя не узнать. Ты был в шортах Tiger Muay Thai, такой брутальный парень, а сейчас хипстер-интеллигент с закатанными джинсами. На тебе и так, и так идет. После твоего боя с твоим оппонентом, действительно, бой был близкий, конкурентный у вас, победу отдали твоему оппоненту. Один суда одял ничью, и два судьи отдали синему. Все, большинством. Огромное количество негодования в зале, и главное, вступившиеся за тебя наши жюри проголосовали за то, чтобы этот бой двинуть в экстра-раунд. Однозначно сказать, что выиграл синий и все, так не бывает. Экстра-раунд это правильное решение. Сейчас, я думаю, ты читал выпуски, читал комментарии под новым выпуском Хардкора, как нас там съедают просто за этот бой живьем. Ну, дай какие-то свои комментарии на этот счет, нам бы было это интересно услышать действительно. Вы сказали, что соперник на 8 килограммов меньше меня весит, а на самом деле на 6 килограммов. И я еще соперников не выбирал, так как я выхожу только биться, а соперники вы сами дали мне, как бы. И то, что говорят там, они как бы сидят за своими компами, обсуждают бои и все такое. Но я считаю, что я выиграл первые два раунда тоже и экстра-раунд тоже уверенно выиграл. А то, что они говорят, ну, уже меня не волнует особо. Армен, что ты скажешь как матчмейкер с точки зрения вообще взгляда на вот этот бой? Честно скажу, я вот просматривал бой. И здесь может меня Ким Чи немножко обвинить в том, что ты себе противоречишь. Но я себе не противоречу. Я понимаю, что есть формат жюри, который был прописан, что есть возможность дать экстра-раунд. Но в этом случае, в этом случае, я считаю, что мы должны были остановиться на двух раундах. Потому что в двух раундах, несмотря на большую агрессию с твоей стороны, более точен был твой абонент. И если жюри посчитало, что стоит дать в экстра-раунде, в экстра-раунде ты заслуженно выиграл, вопросов нет. Потому что когда дается экстра-раунд, мы уже не смотрим на два предыдущих раунда. Но, честно сказать, мне было твоего оппонента жаль в этом плане. Может, неправильное слово, но все равно я считал, что в двух раундах он был лучше. Но за счет своего напора, за счет физической силы в третьем раунде ты передавил встречу. Поэтому, когда спросили у нас слова, я поэтому и сказал, что судьи, они на то и судьи. Но все равно сказал, дайте экстра-раунд. Я как зритель хотел это посмотреть. Я постоянно пересматриваю, так, ну, ну, ну. Я просто как зритель. Я вообще считаю, надо было их двоих пропускать. Посмотрел этот бой? Надо было просто нам как жюри. Мы неправильно знаете, что сделали. Да, мы пропустили, но у него травма, и он не сможет принять участие. Но я, вот как матчмейкер, очень хочу его оппонент. Оппонент не сможет, да? Но я как матчмейкер все равно вижу в дальнейшем его участие в нашей промышленности, потому что он очень высококлассный боксер. Армен, я считаю, знаешь, что мы неправильно сделали? Нам надо было не экстра-раунд давать, а просто его пропустить дальше. Да, да. Вот и все. А мы видим, она эмоция. Мы там были как зрители. Нет, я вас понимаю с точки зрения зрителя. Это был очень интересный, активный бой. Я тебе говорил о том, что давая экстра-раунд, вы иногда не думаете о здоровье бойцов. Вот с Ашуровым я тебе хотел объяснить позицию, что Ашуров два раунда отдавал себя, пропуская урон, чтобы получить больше баллов за два раунда. И из-за того, что Ашурову дали как раз такие третий раунд, там его здоровье уже и подсело. Я вот тебе и хотел, ты вот хорошо сам, мне кажется, понял вот эту мысль мою. Но, скажем так, это формат шоу, этот формат был оговорен со спортсменами. Так что я говорю о своих личных переживаниях, но я понимаю, что экстра-раунд был вполне законен. А жюри давало еще один экстра-раунд? Нет, я тебе вообще говорю о ситуации. В другом бою. Судьи, судьи не давали, жюри попросило экстра-раунд, экспертный жюри. Причем Кудряшов, Артанян все вписались в эту историю. Потому что бой был очень интересный. Я не против с ним еще раз подраться и без проблем. Если хотите реванш, я его выиграю еще раз. Слушай, может быть, вполне возможно, что кто-то из оппонентов вылетит в 1-8, мой в 1-4, он отойдет от травмы, вернется, и мы сделаем вам в 1-4, в 1-2 финала крутейший реванш, который расставит все по своим местам. Друзья, сейчас я бы хотел перейти к нашему, наверное, финальному гостю, к ребятам, которые, я считаю, закатили самый крутой поединок на втором выпуске Хардкора. Это был просто бой двух львов. Как сказал Эдик Вартанян, Дима Кудряшов, когда эти ребята выходили в октагон, уже все вибрировало и горело. Уже все понятно было. Мы, да, да, мы не поднимая даже руки в окончании боя, сейчас вы увидите его хайлайты, не поднимая руки, просто пропустили вперед обоих. И один из участников этого боя, наш прекрасный, кучерявый, как ты сказал тогда, Миша? Кучерявый, как Забит, сильный, как Хабиб. Сильный, как Хабиб. Встречаем Амирхан Уэв! Амирхан Уэв. Боец Лиги Хардкор Файтинг. В прошлом бою вышел против опытного боксера, но был остановлен не своим соперником, а врачами. Погибать так погибать, сказал он в клетке. Его прозвище Белый Лев. И зрители, и ведущие, и жюри единогласно оставляют его в Лиге. Ведь он мечтает о UFC. Кучерявый, как Забит, и сильный, как Хабиб. Братец, твой дух, твое рубилово, ты, наверное, видел, что ты вставлен во все хайлайты наших боев, когда ты говоришь, умирать так умирать. Это покорило мое сердце сразу прямо. Просто со сломанным в четырех местах, наверное, носом. Нет, это всего лишь сечка и все. Это была сечка? Слушай, ну форма твоего носа выглядит на видео вообще как не сечка. И поверь, Саша Сидорин, вот молодец, в чем его большая компетентность как рефери, очень вовремя остановил этот бой. На мой взгляд, опять же, слушай, вы закатили просто лютейшую рубку. Это реально украшение наших двух турниров, ваш бой. И на таком духе, на таких эмоциях, на таких просто пламенеющих вибрациях он прошел. Вам вообще спасибо огромное. Как ты, как себя чувствуешь, восстановился ли? Да я себя отлично чувствую. У меня ничего такого не было, обычная сечка, мне ее зашили. Я через неделю вышел на профбой и все. У тебя через неделю после кулачных боев был профессиональный бой по кулакам или по ММА? ММА. Выиграл или проиграл? Там бой сделали несостоящимся из-за того, что соперник, ну он черт. Черт? Да. Расшифруй. Поступил не по-мужски, не захотел продолжать. Ну то есть ты нанес ему какой-то не совсем разрешенный удар? Нет, все было нормально, просто он... Сымитировал? Трусливый шакал, могу сказать, и все. Ну ты, бля, футболисты вот так часто делают, вот эти с подкатами там, когда они, знаешь, под ноги... Футболистов, что над футболистов, блядь? Сразу на футболистов. Самый травмоопасный спорт, если ты не мог. Ну не, ну, меня это немножко разозлило. А что было именно, можешь сказать, ты ему по затылку ударил? Нет, там, как сказать, я короче... На каком турнире это было? Колизей. Колизей? Да. Я вышел, мы, ну как бы я пришел, у меня такого не было, типа, к сопернику своему. Разорвить его в Red Fury, его оппонента, если он чистый черт. Он такой подходит, я готов. Под откос карьеры ему. Я говорю, давай. Типа, без проблем, он взрослый вроде. Мы согласились, на следующий день приходим. Бой начинается, он по мне попадает, я ухожу в партер, понимая то, что он сейчас еще может колхозку свою добавить. Ухожу в партер, и судья начинает останавливать. Я встаю, говорю, что произошло? Он говорит, он бы тебя добил. Я говорю, в смысле? Что ты, что ты, короче... Я встаю, говорю, ты давай продолжим. И организаторы начинают орать, ну, типа, баран, ты что делаешь? Это профбой. Меня разозлило, я говорю, продолжаем. Организаторы начинают орать, баран. На судью, да. На судью, ага. Компетентный промоушен. Я подхожу, говорю, продолжаем. Он такой, нет, мне, типа, все, судья остановил. Я говорю, я что, зря весь сгонял, давай продолжим, ты же мужчина. Он такой, нет, нет. И улыбаться начал. Меня это разозлило, я ему мазал. Слушай, а у тебя через, блин, послезавтра бой. Ты готов? Заряжен? Да хоть сейчас. Нет, сейчас точно не надо. Боев нам сегодня, боев, сожженных голов и прочих историй нам сегодня хватит. Я рад, что многие отношения нам удалось выяснить. Какие-то конфликты, недопонимание между ребятами. Это всегда здорово. Это всегда красит любой промоушен. Слушай, ты огромный красавчик. Спасибо тебе огромное за бой. Мы хотим пожелать тебе успехов. Мы хотим пожелать успехов всем вам, ребята. Всем спортсменам нашей лиги. Секунду. Да, конечно, пожалуйста. Меня в глаза бросил Чоршамби, Чоршамби. Еще давно. Так как я знаю... Он тебе бросился в глаза. Да, я хотел с ним сделать бой. И в глаза... Ну, у меня еще до этого с одним чертофаном, Анубисом, до того, как он снял вот это видео про Хабиба... Ты с Анубисом будешь в один день драться после завтра. Просто, ну, то, что Хабиб, там, не Хабиб, вот это он снял. До этого у меня с ним еще сцепка была. Он в Файтнайте дрался со всякими таксистами, которым платил. И они выходили, проигрывали ему. Он мне в глаза бросился. Я говорю, давай выйди со мной. В Файтнайте такая система есть, что можно заплатить таксисту и подраться с ним. Я только про кальянщиков слышал пока история. Официально тебе этого никто не скажет. И он меня назвал, я со всякими психопатами дерусь. Кто? Он. Он мне говорит, я со всякими психопатами не дерусь. Я ему говорю, хорошо, мир тесен, мы рано или поздно встретимся. И вот я, когда посмотрел первый выпуск, он там был. А ты не знал, что он... Да, я не знал. Я увидел, что добряк на него нападает. Я думаю, сейчас вмажет. А он ему лицо толкнул. Надо было его вмазать. Вот жалко, его сейчас нет. У него будет такая возможность сделать это в ринге. Я знаешь, что я не уловил? Почему пожелать удачи? Где в этой истории Чуршанбе? А, Чуршанбе. Да. Так как он, ну, такой... Мне интересно было бы с ним провести бой. Я знаю то, что он подписал в Файтнайте контракт. Там у них что-то с Камилом и так далее. Я знаю то, что он свободен. Ну, ограничений у него нет. Типа, он может выступать в ринге. Типа, братуха. Чуршанбе, я тебе советую. У вас коллекция одежды. Подожди, подожди. Я достучу всех. Модная такая. Мне нужно тебе заказать майку и написать на ней в очередь. Прям, знаешь, вот. Учитывая количество желающих с тобой подразделений. А ее прям внизу напиши под брендом в очередь. Прям хэштег такой. Хотел бы с ним спарник сделать. Но так как я знаю, что в Марифе, у них там что-то произошло, я готов после Марифа с ним даже встретиться. В любое время, в любом месте. Так, братуха. Когда угодно. Ты закончил? Да, да. Как тебя зовут? Амирхан. Амирхан. До зами где-то. Из вопросов. Если не здесь, дай бог, дай Всевышний, мы встретимся в Файтнайте. Да, почему ты хочешь? Не, 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 давай оставь, оставь, без причиня. Это уже не ну, вот тебе. Неинтересно. Не, не, дай отвечу, дай отвечу. Не, понятно, что он сейчас в медиапространстве. Смотри, никакой агрессии нет. Мне просто нравится стилистически, как он дерется и так далее. А, ты из-за спортивного интереса хочешь? Да, мне чисто из-за этого. Ты бы так сказал, что ты с таким видом сидишь, что... Не, не, он на эмоции сейчас убился, перегрелся и тебе показалось. Вот ты сейчас стоишь и начинаешь меня провоцировать и говорить так-то, так-то. Я такого ничего не делал. Если бы я сделал, наверное, с его стороны бы он увидит. Я спрашиваю именно, ну, типа, причины твоего. Ну, я тебе говорю, у меня никакой агрессии нету, спортивный интерес к нему. Ну, все, я тебя понял. Не, все, оставь, я такие вещи быстро замечаю. Если до зимы не дождешься, можешь ко мне в зал перейти. Или я могу к тебе перейти, можем в спайнингабад. В любое время, брат, я всегда за. Меня ты знаешь. Все, без проблем. Как относитесь к кулачным боям? Если формат кулачных боев, этот бой пройдет? Без разницы, хоть на улице. Просто, почему говорю, мне очень интересен этот человек, его стиль. Стиль и так далее. Мне бы хотелось с ним встретиться. Я кулачные бои, ММА, кикбокс, борьба, грэплинг. Без разницы. Я и там, и там, и там готов встретиться. Братцы, ко всем к вам обращаюсь. Убирайте из обихода слово. Готов с ним встретиться, хоть на улице. С языка снял. Монетизируйте свои кулаки, хотя бы поэтому. На улице вам не заплатят за это. Монетизируйте себя. Хватит этой улицы. Это помимо того, что на улице все может печально закончиться, и мы это вообще не пропагандируем. Деритесь в клетке, в октагоне, хотя бы потому, что там за это платят, потому что у этого есть аспект шоу, вашей узнаваемости, повышение количества вашей аудитории и прочих ништяков, которые приносят спортивная карьера. Тем более столь ярких и крутых пацанов, как вы. От души, ребят. Спасибо огромное. Братцы, это был второй выпуск Хард Конференс. Он получился более чем жарким. Я даже не знаю, как это назвать. Опять 600 стычек. Больше стычек, чем на боях. Больше стычек, да. Чем на боях. Огнетушители, пулеметы, автоматы. Это все было очень круто. Мы надеемся, вы это цените. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Переходите, покупайте наш крутейший мерч Хардкор. Мы вас любим, ценим. Хардкор с вами. Всем спасибо, друзья. Это было реально круто. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ